Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Традиционного теперь районного конкурса «Учитель года» вышли Новиков Владимир Иванович. Владимир Иванович, вынимитесь, пожалуйста, у нас сегодня. Вернизова Наталья Анатольевна и Владимир Иванович имеют высшую квалификационную категорию. Еще на сцену поднимался Науменко Владимир Иванович, но, к сожалению, он сегодня не смог прийти, и ряд наших участников тоже, к сожалению, не смогли прийти. Но я что-то заболю всем. А теперь по волнам нашей памяти. Уважаемые коллеги, 10 лет назад в вашем конкурсе проводился калейдоскоп педагогических взглядов. И был задан вопрос. Наверное, когда его задавали, я и не думала о том, что можно и сейчас получить ответ. А вопрос был таким. Какой вы видите школу через 10 лет? Прошли 10 лет. Владимир Иванович, изменились в ваш взгляд мечты и надежды? Я, безусловно, спустя 10 лет тому назад, когда мы впервые с Наташенькой были в конкурсе, рискнули. Самые первые. А первые всегда трудные, очень трудные. Но спустя 10 лет мечта моя осуществилась именно в том, что я мечтал 10 лет тому назад, чтобы в наших школах появились компьютеры, которые способствовали лучшей, более глубокой подготовке одаренных ребят к олимпиадам. Я считаю, что моя мечта осуществилась. Спасибо, Владимир Иванович. Наталья Анатольевна, а вы? Я не помню, о чем я мечтала 10 лет назад. И вообще я свой конкурс помню очень плохо. Я чуть чужие, другие конкурсы хорошо помню. Но, на мой взгляд, школа десятилетней давности была лучше. И деревья были выше, и небо было сильнее, и небо были румяней, и помоложе, и все ложки. На 10 лет. Следка Лариса Дмитриевна. Заслуженный учитель Школы Российской Федерации. Учитель высшей категории. Пономаренко Николай Иванович. Учитель высшей категории. Трифонова Валентина Николаевна. Тоже учитель высшей категории. Итак, второй конкурс. Маленькая женщина Лариса пошла дальше всех. На краевом, причем в первом конкурсе, учитель года Кубани, в 94-м году, Лариса Дмитриевна стала второй призером. Причем, в жюри совещалась полтора часа, прежде чем объявить победителя. И, к сожалению, победил учитель из Лобинска за то, что у него были печатные статьи в методическом журнале. Но приз зрительских симпатий остался у Ларисы Дмитриевны. Лариса Дмитриевна, 10 лет назад вы выступали со своим приветствием. Что изменилось за это время? Что вы можете сказать сейчас? К сегодняшнему празднику я написала стихотворение, которое так и называется «Через девять лет». Я снова здесь, я вижу ваши лица, Сердец родных вновь чувствую тепло. Не думала, что может повториться то, что поросшим время занесло. За эти годы пройдено немало. Став взрослыми, мои ученики, те, что когда-то здесь я представляла, покинули брега родной реки. Им в тихом городе простора мало, Таков закон. Я ж пествую других, Заслуженной учительницей стала. Теперь работать надо за троих. За девять лет, конечно, изменилось. У глаз морщинкой время залегло, Сединкой на висках засеребрилось. Я стала бабушкой. Но на душе светло, Нить жизни нескончаема. И этим мир держится сегодня, Как и прежде. И солнце зажигается, И светит От веры, От любви И от надежды. Храню я верность Своему обету, Стараясь все понять И все простить. Коллегам молодым Дарю секреты, Как им сердца ребячьи покорить. И лишь по-прежнему Мечтаю я о многом, Чтоб вырос хлеб, Сады цвели весной, Чтоб улеглась у матерей тревога, Чтоб Россия обрела покой, Чтоб не было войны нигде на свете, Чтоб красота спасла наш грешный мир, Чтоб все вы были счастливы, Чтоб дети бежали в школу, Как на светлый пир, Чтоб, как в песне, Дружба не обуза, Чтоб верность моя В тягость не была. Хочу, чтоб старость Не тяжелых грузов, А мудростью бы На сердце легла. И пусть мелькают Быстрокрылой птицей Мои года, Пусть серебрят виски, Я снова здесь, Я вижу ваши лица, И в жизнь идут Мои учники. Спасибо, Лариса Дмитриевна. А следующий номер Нашей программы, наверное, Мне поможет назвать зал. Итак, первое слово Николай Иванович, Конкурс, А третье слово Песня. Песня. Но только сегодня не песня, А романс. Лариса Дмитриевна, Пожалуйста, займите место, А Николай Иванович Для вас поет Очень красивый старинный романс «Гори, гори, моя звезда». Гори, гори, моя звезда, Звезда любви, Приветная, Ты у меня Одна советная Другой не будешь Никогда Ты у меня Одна советная Другой не будешь Богдан Головкова Василия Григорьевича Концент Валютину Анатольевичу Веду Зинаиду Викторовну Вознякову Николаевну Уже за заслуживали Остальные, Поэтому сегодня его нет Дорогие друзья, Хотите сказать, что было 10 лет назад? Но вас тогда еще не было на нашем конкурсе, Вы помоложе. Итак, Или сразу к конкурсу перейдем? Давайте к конкурсу, правильно. Женщины так решают. Итак, значит, вы знаете, что у каждого учителя всегда в жизни возникают проблемные ситуации. Их достаточно. И профессиональный учитель не разрешает их, а предупреждает. Но случается всякое. И поэтому на наших конкурсах, конечно, обязательно встречались и проблемные ситуации. Так вот, я хочу сейчас обратиться с такой ситуацией, точно той, с которой обращались уже, наверное, с 10 лет, И так урок физики. Его ученик, даже не один, а четыре, отлично отвечает на доски. Василий Григорьевич радостный, довольный, подошел к доске, писал тему нового урока. И видит, что на раме доски написаны все формулы и все преобразования. Ребята получили пятерки. Что сделает Василий Григорьевич? Ну, наверное, я не помню, что было 7 лет назад, какой был у меня ответ. А сегодня я бы обязательно выяснил, кто это сделал, кто написал. И обязательно бы оценил, высокой оценкой. Почему? Потому что, во-первых, это миниатюра. Ручная работа. Это очень высоко сейчас ценится. И во-вторых, я был бы бесконечно рад, потому что мне еще стоило бы тогда работать, потому что в нашей школе, значит, кроме единой партии, которая сейчас, вот в основном среди, пусть не обидятся на меня сегодняшние ученики, но есть вот партии пацифистов, коммунистов, они сейчас говорят, что они пофигисты. Так вот, значит, у нас уже многопартийная система. Значит, есть, которым не все равно. Которые ищут. Надо же было ту форму где-то найти. Знали, где найти. Написали, потратили время. Молодцы. Спасибо. Кстати, Викторовне, отдайте, пожалуйста, микрофон. Зинаида Викторовна, у вас следующая ситуация. У вас день рождения, хотя он у вас в марте, но, допустим, осенью. Ученики в начале урока принесли вам букет красивейших цветов, подарили, поздравили. Вы идете в рот, входит директор и говорит, кто-то на перемене сорвал все цветы на школьной клубе. Ваши действия? Я тоже не помню, что я сказала на конкурсе, но то, что сказали дети, я помню хорошо. Они сказали следующее. У Зинаида Викторовна в начале марта день рождения, поэтому цветов пока еще нет на клубе. И знаю я, как нужно поступить. А вот как поступила бы, да разъявилась бы два раза. Первый раз от радости, а второй раз, я думаю, от огорчения, что так получилось. Доцентка Николай Серафимович, пожалуйста. Кипонежникова Татьяна Петровна, Калинина Ольга Николаевна, Чемеркина Ольга Валентиновна, Дорогие мои конкурсанты 95-го года, давно вместе не встречались? Давно. А у вас наиболее запросов всем конкурс, потеулочек, когда против команды учителей конкурса «Учитель года 95» выступала команда учеников первого класса. Итак, Танюша, давай с тобой, Ольга Николаевна, этот вопрос зададим. Значит, громко, с чувством, с долгом, да? Почему у людей кожа разного цвета? Вот именно. Ну, я думаю, что солнышко на нашей земле светит не везде одинаково. Там, где солнышко мало, люди белого цвета. А там, где солнышко много, они загорают много, поэтому у них кожа темная. Спасибо, Ольга Николаевна, пожалуйста. Ребята, аплодисменты и спасибо учителям звезды. И, пожалуйста, займите, только я прошу вас, со своими случаями, хорошо? А мы продолжаем нашу встречу. 95-й год, как вы видите, был представлен четырьмя участниками. И очень понравилось зрителям, творческий конкурс понравился, в котором принимала участие Галинина Ольга Николаевна. Они вместе со своими коллегами показали фрагмент из опереты Александрова свадьба в Малиновке. Вы, муси, и вы его не бачили. Полдня шукаю, нигде его немая. Люди добрые, да скажите же, где же он есть? Провалился как-то вот в землю куда-то. Ай, хуба, ай, хуба. Мода, что вошел. Да вот деда своего шукаю. Полдня прошукал, его немая. А мне скучно тут одной. Да, вы что говорите? Ну, конечно, такое же вещество с одной оставаться нельзя. Она еще не представится. Вы же артирист. Я Поливянович Бойко. Ты хапуся. Ты карпина тормидонтовна. Очень приятно. Карпина полигонтовна. Карпина тормидонтовна. Карпина тормидонтовна. Понял. Подожди, присесть. Едайте, а что ж? Едайте. Да, а погода сегодня хорошая. Капло. Тепло. Скажи, карпина тормидонтовна. А веерей у вас не бывает? Никому не бывает. Все бабы дома, а мужики уехали. Да, вы что, а вы на штуку не уехали? Да, от горилки лечиться. Да, вы что, уходи? Ой, а вы замечательная жизнь, а карпина тормидонтовна. У вас такая пирога. Ну, глазок, мозгок, и ярко посмотрели. Бах, семидюмовые глазки. Пробили мое сердце насквозь. Бах, бах, и мимо. Что это? Карпина тормидонтовна. А что вы сейчас, что у вас сейчас? Да, больше хапанта барыню. Да вы что говорите? Да, просто сейчас сцепует. Это же все установлено. На Западе сейчас Новый Танец. Называем это ту степку. В ту, а не в эту. В ту степку. Если вы вам не ясно, я могу это вам показать. Или лучше я могу вас научить. Делайте вины. И для липы права вода. Я вам урок первый дам. Надо глаза, не глаза. И за фига. Ну-ка, коза. Ну-ка, смирение. На пьяни. Ваша фигура это шли. Сначала так. Потом вот так. Это я. Аплодисменты. 1996 год. Я приглашаю на сцену. Диденко Виктория Александровна. Учитель высшей категории. Куракова Геннадия Алексеевича. Учитель первой категории. Курты Иванова Геннадия Николаевна. Учитель первой категории. Красивый, молодой, как вы при времени найдете. 1997 год. Багнова Марина Александровна. Малыхина Ирина Васильевна. Кубанцева Лира Евгеньевна. Марина Александровна, что осталось в памяти с того года? Мои представления о выпускнике школы не изменились. И я хочу повторить несколько строк из своего напутствия того времени. Не говори, что ты хорош, когда обиду заденут. В глазах товарищей прочтешь свое достоинство и цены. Спасибо. Ирина Васильевна, учитель истории. И возникает вопрос, зачем учить историю и помнить эти даты? Зачем учить историю и помнить эти даты? Кто одержал Викторию над кем-то и когда-то? Зачем нам революции, конверты, конституции, Лихих годов ушедших, веков давно прошедших? Вы не правы, сограждане, вы не правы, друзья. Нельзя забыть предательство, фашизм забыть нельзя. Любой из нас поручился, нельзя забыть невзгод. Ведь на ошибках учится российский наш народ. Вы поближе, 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 сограждане. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Шутка сова, деревья... Теревья от ветра, ветер сограждан. Лира Евгеньевна Кубанцева показала, как можно организовать незнакомую аудиторию. Сыган-пор. Нежды, дирей. Дорогая. Пройдется, нежды, дирей, мочается. Листа бьет ему по лицу. Он пробирается, пробирается в конюшки. Пробирается сюда, в конюшки, сыган-пор. Вот пробирается, он пробирается. Вот и конюшня, конюшня. В конюшне спит конь. Спит стойко. Ему что-то снится. И он перемирает во сне копытами. И тихо ржет. И он. Рядом на жерточке пристроился воропей. Он дремлет. И иногда открывает то один глаз, то другой. Спит собака. Дед, дед, вы еще видели. Вы еще видели, ладно. Вот такая картина в конюшке. Сыган посмотрел на конях, крошек он. Хвачь коня. И уродит. Тут воропушек зачирикал, зачирикал тревожно. Сыган убежал с конем. Собака продолжает заливаться ларя. Воропушек зачирикал тревожно. Тихо, тихо, тихо. Выскакивает хозяин на этот шум. Что? Где? Видит. Сыган уводит коня. Стреляет сижу из ружья в него. Отбирает коня. Отбирает, отбирает. И видимо, как в конюшке рядом вокруг него радостно прыгает собака. Радостно лиляет постом. Вокруг радостно чирикает и летает поропушек вокруг них. Хозяйка уходит. Погладила коня. Давай усена покушать. Хозяин. Обнимает хозяйку. И они идут в дом. Видит, продолжает. Продолжает. Страшно жутко совпать. У-у-у. У-у-у. Тюленя качаются, качаются. Шелестят, шумят. Ш-ш-ш. Шумят. Тут все успокаивается. Воропушек засыпает. Ему что-то снится иногда. Открывает то один глаз, то другой. Ой, засыпает собачка, свернувшись калачком. Засыпает стоя бедный конь. Ему что-то снится, он иногда вздрагивает. И тихо ржет. Ты-у-у. Саус. Саус. Дальше год. 1999-й, наверное, войдет в историю нашего конкурса, как административный год. Потому что его участницами были директор вечерней школы Ольга Васильевна Коваленко. Заместитель директора по учебной работе средней школы номер 20 Матвеюк Елизавета Викторовна. И заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 19 Гришина Мария Семеновна. Но они выступают не в роли администратора, а в роли учителей. Я приглашаю победителя первого конкурса Наталью Анатольевну Берлизову и победителя последнего конкурса Нелли Ванну Кузакову. Пожалуйста, раз есть торт и свечи, можно их задать. Наталья Анатольевна, приступайте, вы вместе, да? Настоящий учитель всегда стучится в детские сердца и души и верит, что в них есть место и стремление к прекрасному и к знаниям. Можно ли стать хорошим учителем? Да, можно, если очень любить детей. Педагогическому мастерству учатся, как учатся искусству музыканта, хирурга, летчика, даже если у вас есть талант. Но что же для этого нужно? Прежде всего нужно знать предмет. Физик знает физику, математик – математик, литератор – литературу. Конкурс – это итог большой кропотливой работы учителей. Неоднократно организаторы конкурса посещали уроки, внеклассные мероприятия, отбирали наиболее удачные приемы преподавания. И вновь на ваших экранах организатор и бессменный ведущий нашего конкурса – заместитель начальника управления образования Атаманенко Татьяна Михайловна. Конкурс – учитель года 2001 объявляется открытым. На сцену приглашают вас участницы конкурса Казахова Нелли Ивановна. Учитель внимания в третьей школе номер 20. Митропавловна Татьяна Александровна. Учитель трудов и языка в третьей школе номер 20. Тулина Светлана Владимировна. Учитель начальника класса в третьей школе номер 25. Итак, начинается наш конкурс. Конечно, любой конкурс должен начинаться со знакомства. Мы, не с вами, оригинально чисто пошли по этому пути. Итак, вам представляется возможность познакомиться с нашими учениками. По условиям конкурса это должны были сделать коллеги, родители и ученики. «Тулина Светланы Владимировны» Ее учеников. КОНЕЦ А теперь перед вами представление второй конкурсантки, Учителя средней школы номер 7 Митрофановой Татьяны Александровны. Глазами ее коллег. Учителя средней школы номер 7 Митрофановой Татьяны Александровна. Оценивая первый конкурс, члены жюри были удивлены и тронуты отношением всех участников и групп поддержки к этому конкурсу. Поразила и удивила оригинальность решений, которые были представлены. Но в итоге лучшим представлением признано выступление коллектива средней школы номер 20 и третьей участницы Казаковой Нелли Ивановны. И сейчас она на ваших экранах. Вы каждой загадки найдете рассказы. И смело вперед мы опять подплывем. Пусть мысли все наши еще беспорядны, но вас, дорогая, всегда мы поймем. И пусть в вашей жизни по-прежнему будут катангерсы, синусы, снится во сне. Вы знаете, вас никогда не забудем. От вас в восторге остались вполне. Пусть в вашей жизни по-прежнему будут катангерсы, синусы, снится во сне. В следующих конкурсах называется «Решение методической ситуации». Екатерина Великая, обращаясь к учителям, говорит, «Искусство учителей будет состоять в том, чтобы всякую науку и изучение облегчить ученикам. Волика возможно». Наши конкурсантки постараются показать, насколько они могут облегчить обучение ученикам на своих уроках. Мы с вами изучили тему лексика, и сегодня я предлагаю отправиться в путешествие по лингвистической стране. Вы согласны? Согласны! Наша страна называется «Лексика». Цель нашего путешествия – исследовать страну, проверить ваше умение ориентироваться на местности этого огромного государства. А компасом будут служить ваши знания. Но сначала проверить ваше университическое здоровье, смекавство и умение быстро работать. Ребята, к нам на урок пришли словари. Сейчас они нам рассказывают о своем рабочем дне, а вы определите, какой словарь для вас. Выступление конкурсантов в жюри оценивало с разных сторон. Актовность педагогической идеи, системность, результативность. Также оценивалась логичность изложения и оригинальность выступления. Формы и темы представления уроков были разнообразными и дополнялись наглядностью и художественным оформлением. «Придя домой, я почувствовала, что с кухни идут такие ароматные запахи, что у меня пробудился волчий аппетит и потекли слюнки». «Что это вы словарь, Наташа?» «Это фразеологические словарь». «Это фразеологические словарь». «Да верно, это фразеологические словарь. А почему вы думаете, что это фразеологические словарь?» «Потому что речь этого словаря обречена преодолевательность в стадии, где без зарядки». «Перед вами фрагмент урока Казаковой Нелли Ивановны, учителя средней школы номер 20». «Наш математический экспресс заканчивает свое путешествие по стране умножения и деления положительных и отрицательных чисел. И наша остановка называется контрольная. «Машинистом сегодня буду я, а помощником будет Кристина. Пожалуйста, Кристина. Она одна из первых». «Согласитесь, поставленная перед конкурсантками задача на первый взгляд и для неискушенного зрителя кажется не совсем простой, но только не для наших участниц. Посмотрите, с какой легкостью и доступностью они проводят уроки. Да и ребята, их ученики, не подводят своих учителей». «Практически. А сегодня самое главное – контрольное. Но наша, ребята, остановка будет необычная. Мы не просто будем с вами думать, считать, решать, но еще мы пополним с вами свои знания по географии и биологии. Итак, первое задание. Какая рыба без чешуи? Внимательно смотрим. Первый облок схемы. Посмотрите, пожалуйста. Старт находится в квадрате, финиш находится здесь, в аварии. Как, не зная старта, прийти к финишу? Прийти к финишу. Пожалуйста, Олеся. Есть два способа. «А какой самый рациональный?» «Нужно начинать с финиша и двигаться к старту, но выполнять действия наоборот». «Хорошо. Щука, карась, сон, налим, охонь. Итак, какая рыба без чешуи?» «Пожалуйста, работаем по блок-схеме. Ты проходишь. 20. Хорошо. Все решили верно. Ребята, а почему мы с вами исключили отрицательные числа? Посмотрите, здесь даны отрицательные числа. Олеся? Мы проверили. Минус на минус плюс, плюс на минус, минус. Минус на плюс. Минус. Минус на минус плюс. «Плюс. Хорошо. Так, молодцы. Ребята, итак, как умножить два отрицательных числа?» «Как умножить два отрицательных числа? Быстренько, быстренько. Годи, Максим. Чтобы умножить два отрицательных числа, надо перемножить их в модули и поставить знак «минус». «Еще раз все внимательно слушали, где-то, Леся, как умножить два отрицательных числа?» «Нужно перемножить их в модули и поставить их в результате знак «плюс». «Плюс? Ну, плюс мы не знаем. Хорошо. Так, значит, получилось у всех 20. Ребята, поднимите руки, кто из вас видел сон. Мы видим, что этой рыбе соответствует числу 20. Все видели, да? А что же она себе представляет? Сон – это очень спокойная и ленивая рыба с большим жировым слоем под кожей. Ест все подряд. Видимо, из-за этих качеств ее еще называют рыбным поросенком». Светлана Владимировна Тулина уже несколько лет работает над системой развивающего обучения учащихся. В своем выступлении она показала приемы развития творческого мышления на уроках ознакомления с окружающим миром. Первая группа будет объекты живой природы. Например, палочка или мотенок. Хорошо, Даша. А еще? А во второй группе будет объекты живой природы. Например, палочка или железо. Молодец, Даша. Умница. Сегодня мы с вами будем изучать флору. Как вы думаете, что это такое? Флора – это с перевода латынского языка, латинского языка обозначает растение, а фауру – это живот. Но мы сегодня будем работать с флорой. Значит, мы будем работать с растением. Уважаемые коллеги, гости, к нам пришли девушки из высшего общества средней школы номер 7. В перерывах между конкурсами работали группы поддержки. Мы натуры уточенные, по утрам на службу ходим с дипломатом. На строительстве увлеченные, только жалко, что закладка маловато. У девушек из высшего общества трудная работа, нервозная. Руссоветам и литераторам трудно избежать психиатра. Папа говорит, что лучший отдых – это смена вида деятельности. И, наверное, никто как учитель лучше не понимает этого. Поэтому следующий конкурс называется «Веселая физкульт-минутка». Посадил дед в реку. Выросла река. Большая, небольшая. Позвал дед в папку. Бабка. 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 Так. Кошка, бабушка, мышку. Мышка за кошку. Кошка за шучку. Шучка за внучку. Мышка за бабку. Бабка за детку. Тянет, потянет. Выдет или нет? Татьяна Александровна Митрофанова представила номинацию «Спортсмен века». Ирина Роднина и Александр Зайцев. Такой настой любви к отчизне. Такая искра красоты дни. Как пристали души бесценные черты. Так-то пристали, что сила этих чувств в сырье врагов взвесила. Да, есть у некоторых слез святая сила. А там весь пыл стране родной. Себя расплавлю. Родные слезы родниной. Поют и слава. Третьей нашей конкурсанткой Казаковой Нелли Ивановной выбрана номинация и называлась она «Ученый век». Иван Иванович Вернадский, ставший ученым века, академик СССР, первый президент Академии наук Украинской СССР, профессор Московского университета, ушел в отставку в знак протеста против притеснения студенчества. «И не знал бы, соногий мальчишка, что окружающий его мир станет объектом исследования. Итак, что ты решил? Куда пойдешь?» – спрашивал его отец. «История, астрономия, естествознание – вот что влечет меня». И детские увлечения переросли в величайшее открытие науки. К роботливые годы мальчика-гимназиста, студента подвели его к научной деятельности в университете, создавая все новое и новое. Сам, человеком глубоко порядочным, интеллигентным, высоко нравственным, благородным, призывал к единству человека с окружающим миром. «И творить добро, и светить солнце по сей день, показывая потомкам цветущей земли, что личность проявляется и отражается на крупных явлениях планетного характера». Воспитание детей необходимо взаимодействие учителей и родителей. Под таким девизом начался конкурс «Единство взглядов». Участницам конкурса предоставилась возможность проверить, совпадают ли их взгляды со взглядами родителей. Накануне конкурса был проведен опрос о родителе района. Определен рейтинг ответов. Для участниц были определены следующие вопросы. «Участницам нашего конкурса, а после этого мы сравним их ответы и ответы родителей. Самое важное качество хорошего учителя. Пожалуйста, участницы конкурса, поднимите свои источки. Итак, Татьяна Александровна «Любовь к детям», Нелли Ивановна «Подвижничество», Светлана Владимировна «Профессионализм». Родители считают на первом месте доброта, на втором справедливость, на третьем грамотность, затем понимание, интеллект и профессионализм. Уважаемые жюри, пожалуйста, запишите те баллы, которые заработала каждая их участница, если совпали ее взгляды и взгляды родителей. Спасибо, мальчики. Второй ответ. Мальчики, вы выйдете сразу, чтобы на это самое не ходили долго. Итак, участницы конкурса получили задание. Любимое занятие учителя на досуге. На взгляд учителей, что делают учителя на досуге? Пожалуйста. Читаем. Нелли Ивановна с семьей в свое время проводят. Итак, родители тоже решили, что учителя самое главное читать. Потом решили, что все-таки они отдыхают на природе, спят, занимаются домашними делами. Ну и о народничество выделили отдельной строкой. Так, спасибо, мальчики. Третий вопрос. Ответы. Третий вопрос. Основное качество выпускника современной школы. Итак, участницы конкурса. Адаптированность, практицизм, раскрепощенность. Родители считают, что основное качество интеллект, затем целеустремленность, образованность, работоспособность и доброта. Спасибо, мальчики. Главное качество хороших родителей. Пожалуйста. Взаимопонимание. Самопожертвование. И предприимчивость. Так, мальчики, понимание, хороший воспитатель, любящие, заботливые, добрые. Вот так родители оценили себя. Спасибо. И последний вопрос. Это основное занятие родителей со своими детьми. Пожалуйста, участницы конкурса. Телевизор, общение, игра на компьютер. Коммун есть, конечно. Так, а родители считают, что они в основном с детьми беседуют, затем общаются. За местные дела делают 20 человек. Накормить и одеть 9, 9 и 3 из 100 проверяют домашние задания. Дорогие друзья, подошел к концу юбилейный 10-й конкурс учительского мастерства. Члены жюри подвели итоги, результаты которых оглашает начальник управления образования Овечка Нина Степановна. Кулина Светлана Владимировна, средняя школа номер 25, набрала 19 баллов. Казанова Нина Степановна, средняя школа номер 7, набрала 19 баллов. Казанова Нина Степановна, средняя школа номер 20, набрала 21 баллов. Казанова Нина Степановна, средняя школа номер 20, набрала 21 баллов. Казанова Нина Степановна, средняя школа номер 20, набрала 21 баллов. Дорогие друзья, мы с вами все стали свидетелями этого прекрасного праздника, волновались вместе с участницами конкурсов. Я думаю, сегодня мы прошлись и по волнам памяти, и в том, что эти конкурсы дают пользу, я уверен, в этих конкурсах мы почувствовали поддержку. А вообще, если серьезно, конечно, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы есть, спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо вам и низкий потон за ваши дела. Я поздравляю сегодня всех участников этого конкурса, но и, безусловно, победитель один. Поэтому, Нелли Ивановна, я тоже вас поздравляю и разрешите вручить вам приз, как всегда. Глава администрации района, учредил призы, подарки, денежную сумму, вручает Юрий Леонидович. Пожалуйста, Юрий Леонидович, работы. Работа вручается победителю конкурса «Учитель года 2001» Казахова Неллия Ивановна. Глава администрации района, призер районного конкурса «Учитель года 2001». Приз вручает директор школы номер 25, Олдунов Александр Александрович. Пожалуйста. Я от имени всех учителей поздравляю Светланова. Я желаю ей всего самого доброго. И к нашим поздравлениям присоединяется спонсор нашей команды, Стинский Александр Галилович. Работа и нас остается Митропанова Татьяна Александровна, призер районного конкурса «Учитель года 2001». Каждый конкурсант, как яркая звездочка, вспыхнувшая над своей школой, отныне будет освещать дорогу тем, кто идет следом за ними.